Проект «Познакомься с властями» вышел на финишную прямую. Предпоследний этап прошел в угалы, где жители края подготовили для гостей увлекательную прогулку. Суть проекта в том, чтобы жители Венсколского края, во-первых, своими глазами смогли посмотреть на то, что происходит у соседей, познакомиться лично с жителями разных поселков и городков, то есть на других посмотреть и себя показать. А показать им есть что. Так в угалы с гордостью демонстрируют прогулочную тропу, созданную по инициативе местных жителей, и протяженность ее 5 километров 900 метров. Наша волость довольно растянутая, и единого центра у нас нет. Но зато у нас есть очень красивые овраги. Даже многие угольчане их не видели. Поскольку я родилась и выросла в угалы, это тропа моего детства, и у меня появилась идея восстановить ее. В будущем будут установлены информационные стенды, скамейки, качели, а пока здесь естественная природная красота. Поэтому, отправляясь на прогулку, стоит позаботиться о наличии удобной обуви. Сейчас это совершенно нетронутая природная тропа. Через овраги надо переходить самостоятельно. Мы только пару деревьев убрали. После урагана у нас много деревьев повалилось. И мы рады тому, что можем показать детям то, как выглядит лес после урагана. Степень сложности довольно серьезная. Начальный этап, который ведет до Баронского кладбища, довольно простой. А вот следующий этап сложный. Там и овраги довольно глубокие, и деревьев много. Вниз спуститься легче, чем подняться. Программу для гостей угольского этапа подготовили работники местного народного дома. Чтобы идти было веселее, через определенное расстояние были организованы остановки. На первый всех встречал угольский духовой оркестр. Мы подстраиваемся под погоду. День солнечный, музыка светлая. У людей хорошее настроение. Что может быть лучше, чем в этот солнечный денек погулять по лесу в сопровождении музыки? Затем фольклорный ансамбль Удрова подбадривал прогуливающихся. А следующий вокальный коллектив предлагал спеть вместе с ним. Не знаешь слов? Пожалуйста, тебе и текст. Лайкс, Велир Лайкс, Велир Лайкс, Велир Лайкс. Рудет стал с вас царай пестарьез. Велир Лайкс, Велир Лайкс, Велир Лайкс. Велир Лайкс. Пройдя еще немного, мы попали на танцевальную площадку. Следующий участок с препятствиями. Там после сильного урагана упало много деревьев. Думали название и поняли, что это точно полоса препятствий. Потому что там надо перелезать через деревья. Так что сплошные препятствия. Мы уже на прошлой неделе участвовали. Проходили трассу Ванцы, а на следующей неделе поедем в Юркалны. Интересно погулять по краевым поселкам. Да, очень. Ванцы было сложно, но мы все прошли, все нашли. Всяких зверей встретили. Из лука стреляли. Это же Ванца было. Да, да, Лаба-Даба. После пандемии и ковида людям просто необходимо выйти и встретиться с другими. Насладиться. И познакомиться с другими властями. В Пузо я раньше не была, и Ванцы тоже. Много, где мы не были. Затем надо было угадать название деревьев, птиц и выполнить другие задания. Всем, кто успешно преодолел трассу, в специальный бланк поставили печати. И они смогут продолжить бороться за призы на финальном этапе проекта в Юркалны. Продолжение следует.